Всем привет! Раз вы видите эту белую доску и мой нож, страшную белую доску, значит что? Значит у нас сегодня будет кукинг и будем готовить невероятно вкусный плов. Первоначально что мы сделаем, мы забьем рис. Вот такой рис я беру, но я беру именно для плова, прям рис, вот может быть считается что это не отличается, не отличается, всегда для плова мы берем рис, чтобы написать для плова. Сегодня будет очень вкусный плов, он будет с курицей, потому что я именно такой люблю, вот он будет с приправнием. Ну и дальше буду, рис я с этим могла, примерно, до пакета я буду делать в своем казане, я не раз его уже показывала. Так, сейчас я его промою и залью водой, чтобы он оставился. На самом деле, чтобы, это один из больших секретов, чтобы получился такой кузов, нужно пораньше заварить, залить рис. Значит, готовлю я в своем любимом казане, неоднократно его показывала, он у меня небольшой, поэтому курица и рис у меня будет, ну плова получится немного. Значит, что мне нужно, в принципе, когда мы готовим, у нас есть на даче большой чугунный казан, и когда мы готовим в нем наш плов на костре именно, лук режется крупно полукольцами туда, вот. Ну, а здесь у меня маленький казан, это вообще другая история, поэтому здесь могу использовать, во-первых, меньше лука, потому что он так не сможет отушиться, как на тех градусах у меня по лук лице было, я их сейчас сюда и порежу. Этот плов я делаю по рецепту одного знакомого из Таджикистана. Я вот давным-давно попробовала этот плов, у нас бабушки, девушка, они раньше не жили зимой на даче, но они в основном время были там, и там жил большой пес, нет, такой тим любимиц их. И зимой его приходилось оставлять на даче, потому что в квартире, ну просто ему было тяжело, там было мало места, и они оставляли. И вот друг, значит, ну как друг семьи был, наверное, так назвать, мурат, он работал вообще в деревне, там у нас, садовником одной семьи. А жил зимой он у нас, и, ну, как бы поддерживал дом, скормил собаку, выгуливал его, то есть туда, конечно же, собаки регулярно завозили еду и прочее. И вот он, как-то я попробовала ему приехать, но приготовил плов. Готов он тоже из курицы, хотя, ну, наверное, плов-то правильно готовить у них из баранины, из говядины, свинины они не едят, но, вы знаете, они, в принципе, экономят в Москве, когда живут. Он готов из курицы. И когда я попробовала этот плов, я вот реально чуть с ума не сошла, до этого я не очень любила плов, и вообще представления о плове у меня были абсолютно другие. Вот, в чем была, во-первых, там как бы не было вот этой мешанины и каши, рис был такой достаточно пругий, и прям он такой, знаете, как склеенный. Вот, ну, вообще же они едят, по-моему, они едят даже руками вот так вот берут. И эта курица была какая-то необразимо вкусная, и вот мы все не могли понять, как же он это делает. Ну, потом он нам рассказал, но вот главное, что он рассказал, почему у него получается такой рис, потому что он его долго вымачивает. Вот, все, забросил лук, мне нужно, чтобы он хорошо обжарился в моем казанке. Конечно, этот казанок, потому что у меня здесь тонкостенный, нужно более толстые стенки, чтобы были, у нас настоящие чебуны на даче, это, конечно, совсем другое. Но, вернее, но, а знаете, что хочу сказать, не знаю, сколько мы с вами с вами наболтаем, и, возможно, я ускорю это видео, опять будет смешной голос. Значит, я хочу вам рассказать то, что вы знали, что вот эти чебуны казаны, их нельзя мыть, их можно только кипятить и потом протирать. То есть, когда мы готовим пылок, потом мы освобождаем казан, где не заливает его водой, ставит на огонь, кипятит, сливает, а потом салфеткой просто его вытирает. Потому что, чем больше готовится казанец, тем вкуснее там еда. Чебуны имеют свойство раскрывать поры, туда попадает масло, когда он охлаждается, и когда он опять нагревается, он дает вот это вот, так уже, так сказать, наготовленное годами, вот, то есть, этот вкус, и от этого, значит, вкуснее. Ну, вот, как сейчас, раз в 3-4 года надо чистить, Денис в этом году хочет уже чистить наш казан. Так, что еще? Пылок такой мы все время только режем морковку ломтиками, никакой теплой морковки, ничего, только ломтиками. Здесь ломтики я не буду делать длинные, опять же, потому что, так вот, например, на даче в казан примерно вот такие были, потом, ой, порезала. Сейчас я делаю мельче, дома казан меньше. Вот, значит, сейчас что мы, лук и морковка нам нужны, собственно, это самое главное, это, как это называется, даже Денис, это называется. В общем, сейчас режем. Вот, значит, это что касаемо плова. Реально плов обалденный получается, попробуйте по моему рецепту, я думаю, что вам понравится. Но я покажу в процессе все хитрости, какие я использую. Может быть, кто-то так еще готовит. Так, сейчас я буду по мере кидать, что мне нужно, чтобы все это прям хорошо протушилось ажерплос. Вот, собственно, так. Но, когда готовишь дар в казане, например, то, конечно, там идет много лука и много моркови. Прям я эту морковь устали чистить и резать, что я ответственная за нарезку всех овощей и прочего. Денис любит... Кстати, на даче мы часто готовим у нас курицы, опять же, за меня, потому что, ну, во-первых, баранину Денис любит, но у нас не все любят баранину. Мы часто готовим плов, когда приезжает много друзей, там, родник, мы собираемся, и вот сразу большая порция, очень удобно. Особенно, там, если на весь день, то мы там днем, может, там, шлаки, ну, что-то там рыло быть. Ну, то есть, накрываем стол, а вот к вечеру мы, как правило, все на улице, и потихонечку у нас готовится этот плов. К вечеру, когда уже становится покладнее, если было жаркое лето. Ну, бывает, и не очень жарко, то все равно очень хорошо заходит, все наедаются, все любят наш плов. Ну, плов Дениса, я говорю, потому что готовит, конечно, он. Потому что на костре бы я не смогла приготовить, потому что он там регулирует огонь как-то, все это, в общем. Ну, я вот что-то был на даче. Кто смотрит влоги, может быть, видели нашу печку, на которой мы готовим, но специально я так почему-то не показывала в томом влоге. Вот, но вы знаете еще, что интересный факт? Например, дома у меня не получается так, лук, чтобы протушился, он протушивается в такой степени в казане на костре, чтобы просто становится не видно от полукольцем. Здесь немножко не так, конечно. Вот, ну, готовка готовкой, но хотела бы вам о чем-нибудь с вами поболтать. И, не знаю, насколько все не получится долго, потому что, ой, уй, 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 уй. Смотрите, как морковка тратил наш. Я, ну, как, просто готовится перерывами. То есть, сейчас я вот закину, у меня будет протушиться морковка с рукой. Поэтому надо им какую-то небольшую тему брать. Ну, возьму такую тему хочу с вами рассказать об одном канале. Я все вот во влогах хотела, еще где-то там хотела, ну, вот все хочу рассказать, но все время забывала. Я рассказывала, да, про влоговый канал, еще про что-то. Вот про этот канал. Есть такой канал Нижный редактор. Это как ученица Дудя, она там была, работала у Дудя. В общем, девочка. Она спела свой канал, и вроде как Дудя, она там делала интервью и прочее. А потом у меня появилась такая рубрика, или сеть, да, передач, цикл. Называется «Подруга». И вот они, что там обсуждают? Они поднимают тему интимной жизни. И там гинекологии, беременности, родов. Они, такое сексуальное образование. Слушайте, ну, вот начинали они, конечно, ну, еще так, может быть, в таком уровне. Нет, морковка жарится. Томиться надо, чтобы она прям протушила. С этим луком. Ничего особенного у меня здесь не происходит. Как у них начиналось, я хотела сказать, как... Ну, они сами еще учились, и так где-то они стеснялись, и не знали, как-то издержка где-то была, где-то немножко пошловато, мне кажется, понравится, но поднимали очень хорошие темы. А сейчас со временем вообще они очень классные. Они стали приглашать, они там приглашали гостей каких-то знаменитых, с ней курицу пролить пока, по-моему. Вот. Каких-то знаменитостей они приглашали, с ними обсуждали определенные темы. Потом уже они стали приглашать каких-то врачей, каких-то, значит, здесь курсы. И вдруг смотри, не буду говорить какие. Хотите посмотреть, вперед. Вот. И что потом, знаете, мне 34 года, я вас послушала и понимаю, что я с них много чего узнала, и действительно, они затряли такие темы, что я думала, что это где-то я неправильная, ну, какая-то неправильная, что, оказывается, у всех это нормально, какие-то вещи. И они, как раз, там говорят, что в школах-то хорошо бы это не давать, что наши дети, меня с какой-то знают, но они так там больше, конечно, для девочек, вот, мамам девочек вообще желательно посмотреть. Я вот себе это, вот, посоветовала, она беременная. Она, я там была как раз выяснить, про беременность, значит, про роды, что как правильно, и вот она прям посмотрела, я спрашиваю, как она говорит, да, прикольно, ведут три девчонки там. Вот. Ну, отдельно о них, конечно, тоже можно говорить, ну, может быть, попозже, сейчас как-то я больше о том, что действительно канал, о чем. Вот. И я считаю, что мамам, я вот, например, думаю, что я, ну, Лики сейчас рано, но лет, так, 14, они про венелические заболевания, о предохранении, и, ну, то есть, о многом, о чем полезном-то говорят, которые темы у нас почему-то не хотят поднимать в школе, а, понимаете, ребенок с родителями всегда готов говорить на такие темы. Вот, действительно так. Наверное, единственное, что в школе поднимать это тяжело, если это, там, как вводить урок, в общем, классно, потому что это будет, конечно, с мальчиками, ну, опять же, какого-то хихихаха, я помню, как я в нашей школе, мы пытались вводить, видимо, такие уроки, я уж не помню, в каком классе это было, как нам приносили презервативы раздавали. Вот, ну, вот, что здесь еще падает. Вот, представляете, что было? У нас вся школа после такого, то есть, там, ну, разных классов там проходили, слетали эти презервативы, это стал логат, прочее, конечно, мы ничего не слушали, нам было просто ржачно, и все. Наверное, да, может быть, тяжело, ну, может быть, как-то отделять девочек от мальчиков отдельно, ну, как-то найти, мне-то надо придумать какой-то разработать курс, чтобы найти подход. Вот они рассказывают, и вот даже как-то не смешно, поскольку они так всю жизнь рассказывают, разбавляют это юмором, и, ну, в общем, короче, могу сказать, что своей дочери, ну, наверное, лет в 14, я прикрыгаю, посмотрите, кто она. Вот, и что, хочу сказать, сестра моя посмотрела, Настюх, привет тебе, и я ей говорю, ну, как она, да, прикольно, я, говорит, уже почти все серии пересмотрела. Она прям подсела и тоже говорит, да, интересно, прикольно. Ну, наверное, тоже, я же не стала там ее уточнять, что ей больше все понравилось, но, по крайней мере, ей тоже запал, говорит, узнала нового там, что не знала, хотя тоже взрослая тетя у нее, уже старым ребенком, для меня. Вот. Вот такую хотела вам рассказать историю. Найдите нежный редактор, называется, и там цикл передачек этот подрузок. Они, на самом деле, я говорю, сначала это было, конечно, не на уровне какого-то веселья, но они там рассуждают и об измене в какой-то момент, и в каких-то таких вещах, ну, посмотрите, сейчас, я сейчас, я, допустите, я взяла морковку с луком, сейчас, вот так у меня выглядит сейчас морковка с луком, то есть, знаете, она так, как будто стерилизовалась. Смельчить морковку не надо, она сейчас горит его. Вот, я не взяла, но это больше рыбки я не особо. Теперь я закладываю сюда курицу, вот этого я думаю, тратить, чуть-чуть перемешиваем. Вот, сейчас я просто перемешаю. Сейчас она у меня с пустой пожарится вот так вот так, а дальше покажу, что буду делать. Все там немножко вот так вот они, крышку на кровати будут. Так, ну, пока у меня там шварчит курочка с морковкой, продолжим тему нежного редактора. Значит, ну, что я могу сказать по поводу ведущих, вот что скажу. Сейчас, пока была пауза, подумаю, что еще рассказать. Сама хозяйка канала, честно, ну, мне не очень нравится. Она раскрывает, и в каждом разном все больше и больше. В начале она была одна, сейчас она уже такая более уверенная, все, ну, не нравится. Тебе тоже не понравилось, но здесь он доказал. А вот Карина и Ксюша, там две девочки, мне очень нравится. Конечно, они делают эту программу от и до. Ну, вот они прям классные. Они две подруги лучшие, как я понимаю. Ну, никакая, так и есть. И там такая дружба прям настоящая. И вот они разные немножко. Вот кто посмотрит, напишите под видео, ну, кто вам больше понравился из девочек. Какая вам ближе? Вот мне и Ксюше, и Карина очень нравятся. Сестра вот мне, например, сказала, что Карина иногда побежит. Ну, да, она там такая, бывает, перебарщивает. Она в одном выпуске даже напилается, а на следующий выпуск уже извинялась. У них есть выпуск, например, такой, где приходит мама Ксюша и папа Карины. Вот, знаете, папа там вообще какой-то очень странный. И понятно, почему Карина в какой-то момент ушла из дома. Ну, и стала жить отдельно. Очень странный. И при этом мама Ксюши, она психолог. Такая, причем, очень клевая тетка. Женщина, моя тетка. Вот, и она прям такая, очень хорошая, тетя. И ей, мне кажется, в какой-то момент даже мне за него стыдно, и она его как бы отмазывала. Ну, так прикрывала его. Очень интересный выпуск тоже, посмотрите. Ну, как бы, вот. Потом они поднимают, там, например, темой боди-позитив. То есть, за, против, например, там, по-моему, у них две гости, мне кажется, одна за, другая против, это не каждая с этой точки зрения. А потом прочими низкие, у них есть тоже, там, где-то низкие пришли. И так, они, конечно, их мне понравилось, это хорошо. Очень хорошо о них. Вот. То есть, не только прям связано все конкретно с сексом, но есть о девственности. Очень хорошо доступно, что-то они там объясняют. То есть, ну, можно. Потом вот смотрю еще плюс проект, чтобы канал, ну, их канал, что еще. Поперечно не был в гостях, не понравился. Вот, там, как раз, Карина, перепела немножко, перебрала. И было очень, там, вела себя не очень. Ну, о многих они тут еще затрагивают. О тех, которых не принято говорить. И ребенок, кстати, не готов, возможно, говорить ни с кем. Напрямую, ну, вот так вот послушав, подросток очень даже, может, что-то для себя при, как сказать, при сменить. Ну, как бы все это вот взять. Блин, потерял мысль, ответил. Знаете, о чем подумал? Думаю, надо будет под видео вставить, попробовать ссылку на их канал. Ну, чтобы оно было проще найти. Вот. И увидел, что они выпустили новые видео, как раз, видимо, сегодня. Как проходят секс-вечеринки. Сейчас скажу. Как проходят секс-вечеринки в Москве. Я, Нижний Редактор, пробрался на Кинген Пати. Ну, видите. Ну, вот сегодня будет смотреть, значит. Мне нельзя же 50 минут. Ну, это же... Ну, что ж, мне теперь вообще не жить. Вот. Тем временем у меня курочка уже... Сейчас я включу. Вот в таком виде. Видите, она у меня так сварилась. Морковка уже осталась. Ну, ладно, не мешай. В общем, сейчас я буду... Я вскопетила воду в чайнике. Сейчас, минуту. Вот, вскопетила. И буду сейчас сюда заливать. Вот, сколько воды воды у меня есть. Вот так вот воды у меня будет. И она будет долго-долго у меня томиться в этом соусе. Прямо реально долго. То есть пока тут вообще на нем томится курица. Сейчас это будет томиться, но на этом как бы не все. Сейчас я залила. Это я закрою сейчас крышкой. И мы будем с вами готовить смесь специй для нашего плова. Все, сейчас самое интересное. Что больше я люблю. Так, ну, самое интересное. Смотрите. У меня есть приправа для плова уже, в принципе, готовая. Вот такая. Это покупали мы в Сочи на развес. Если вы же берете готовый, то и в Москве сейчас есть. Надо брать на развес. Тогда это действительно хорошая приправа. Здесь куркума, перец, какие-то травы, барбарис. Вот зиру пока не вижу. Ну, в общем, такой хороший состав. Примерно нам надо вот так вот. Ну, нет, вот так. Две ложки. Вот. Но всегда не хватает, во-первых, таких приправок барбариса. Они жалеют. Я кладу больше. Я добавляю всегда в такие приправы еще куркуму. Помните, да, что она не дает вкуса, но она добавляет цвет. Я люблю, когда рис желтенький. И мы добавляем, как вы тоже помните, зиру. Я уже рассказывала, что зиру надо, прежде чем добавить... Нет, это, наверное, много на такой въем привыкла, что делаю небольшим. Сначала ее надо растереть. Но вы можете ее растерять прямо на кузону. Это удобнее, чтобы пошел запах, запах пошел. Все отлично. Вот. Соответственно, сейчас я все это перемешиваю. И свою курочку я сейчас солю. Солю. Так. Ну, солят все как по вкусу. То есть на глаз я не могу сказать, сколько соли добавлять. Вот. И буду высыпать в лов свою приправу. Так. Нам надо сейчас... Что-то родит мой. Телефон прям боюсь, что пойдет. Кто ко мне там стучится? Иди сюда, подержи как раз. Лик, очень важно. Зашла. Так. И высыпаю приправу. Все сюда. Так. Сейчас мы все это перемешиваем. И у меня это будет прям так томиться, булькать. Все это кипеть. Но прилично. Я думаю, что минут 40, если не больше. Ну, вот сейчас засекло время. 19.24. Ну, вот буду смотреть. Я как-то всегда на глаз, поэтому мне трудно сказать, сколько точно времени. Но вот такой бульон получается, как вы видите. Все это сейчас будет булькать. Я это не буду накрывать крышкой, потому что нужно, чтобы это потихоньку выпаривалось. А когда на кастре делали, Денис, по-моему, накрывает крышкой, нет. Сейчас, наверное, я накрою, а чуть позже. Смотрите, какая вот получилась курица. То есть она должна прям у вас пропитаться этими спешнями. Вода, видите, выкипила часть. То есть морковка вообще она вся такая пропитанная. Курочка просто разваливается. Она уже прям вот все готова, готова. Но сейчас она еще будет с рисом тушиться. То есть сейчас что мы делаем? Высыпаем рис. Вы помните, что он стоял у нас, кстати, я сейчас сказать, время 20-10. То есть, ну, сколько, 40 минут, да, у меня все это томилось. Сейчас я высыпаю рис. И посмотрю, скорее всего, придется еще добавлять водичку. Ну, потому что много выкипело. Но это хорошо. Вот. Вот сейчас буду, короче, высыпать рис. Не знаю, получится у меня это сделать. А, смотрите, получилось. Вот. Сейчас мы это все распределим. Вот. Вот так. Чтобы он туда проварился. И все это у меня будет, да, водички чуть-чуть надо добавить. Вот, потому что рис воду любит. Сейчас я чуть-чуть добавлю воды. И он будет у меня стоять, томиться под крышкой на небольшом огне. Вот. Ну, вот такая красота у меня получилась. И сейчас я вам покажу очень важный лайфхак. Чему он меня учил? Видите, чтобы плов у вас был более сухой и вот такой вот клейкий. Они сверху, даже кисанье, кладут бумагу. Ну, он не годит, только он, правда, слух, не знаю. Я вот сейчас взяла салфетки. И какое-то время он у меня сейчас вот так постоит. И потом уже можно... Вот он. Уже подсох. Я сняла салфетку. Сейчас буду накладывать. Ну что, положила я Денису плов. Он такой вот... Ну, как бы он слепается же. Правильно, Денис, такой? Ну, он нормально, почему-то рассыпается. Ну, почему? Я хотела такое. Ну, он, видно, внизу все равно еще не всю влагу выпитал. Ну, в общем... Давай, пробуем. Курочку. Как отламывается. Ну, правильно, так и должно. Вкусно, курица пропиталась хорошо. И вот такой, может, салатик. Но салатик я делала, посмотрите, во влоге. И, кстати, там будет проходить конкурс. Завтра будет влог. И там будет проходить конкурс. Смотрите. Ну, как курица разорилась. Мама взяла курицу, тоже себе кладет. Вот так кость. Да, ну, найдешь там кусочки. Да нашла, конечно. Вот. В общем, пап, ну-ка, скажи. Да вкусно очень. Ну, можно как-то эмоциональнее говорить? Я не умею. Эмоционально, да, это не. Ну, похоже хоть немножко на твой плов? Да. Нет. Да. Ну, здесь нету дымка, да, конечно. Ну, плов такой. Ну, так видите, он желтенький, хорошенький. В общем, приятного аппетита и маме, и Денису. Все. Пока-пока. Если приготовить такой плов, напишите в комментариях, понравился он или нет. А папа будет захомячивать.